Всем привет, ребят! Меня зовут Ян Шамарин. Я работаю 3D-моделлером, зачастую делаю харсерф-модели. И сегодня мы об этом поговорим. Давайте сразу поднимите, пожалуйста, руки, кто работает моделлерами, либо как-то связан с моделингом, чтобы я понимал. Круто почти все, потому что где бы я ни выступал, всегда все рассказывают о каких-то творческих вещах, потом прихожу я и начинаю заваливать всех технически. И сегодня будет то же самое. Затронули мы такой момент на предыдущей лекции, что будет Unreal 5, и ничего не нужно будет оптимизировать, но, к сожалению, еще мы долго будем оптимизировать модели, и сейчас об этом поговорим. Давайте сразу харсерф определим, что это такое. Это любые объекты, которые как бы твердотелые. Это металлические поверхности, пластиковые, деревянные, которые зачастую имеют острые углы и не поддаются простой деформации. Вот. Поэтому мы такие модели отделяем в отдельную как бы структуру и несем отдельные пайплайны для создания подобных моделей. Вот. Давайте рассмотрим требования кассетам. Опять же, все это относится к пайплайнам крупных студий, утвержденным пайплайном проектов, как бы, да, на которых я работаю. К сожалению, сейчас я не могу назвать, где именно работаю ввиду подписания NDA, но вам придется мне довериться. Ну, первый такой основной момент и такое требование – это сходство с прототипом. На слайде мы видим слева вверху модель 3D, которую я нашел в интернете, ну, и сразу же становится заметно, что что-то с ней не так, да. Первая – это модель на сером материале, на шейдере, должна уже выглядеть очень симпатично и практически не отличаться от фотографий. Как раз справа, вот это вверху и внизу является фото. Фото этого пистолета-пулемета, да. И как раз, если мы обратим внимание вниз, то это тоже 3D-модель, которая является очень, во-первых, похожа на реальный прототип, во-вторых, она может быть даже как бы привлекательнее, симпатичнее самого оригинала, но нас это абсолютно не смущает, если она даже чуть-чуть не похожа. Здесь какие аспекты важны для того, чтобы ваша модель выглядела именно так, как на примере вот внизу. Первое – это анализирование референса, подбор референса и внимательность к деталям. То есть, если мы здесь уберем текстуры, вы все равно поймете, что эта модель очень и очень похожа на реальный прототип. Вот. Здесь мы этого не наблюдаем ввиду низкой проработки деталей, даже общих пропорций. Общие пропорции здесь тоже нарушены относительно реальному прототипу. Ну и сразу же такой второй пример – это тоже 3D-модель слева. Вот. Справа – реальная фотография. Ну и объективно рендер выглядит даже сочнее, чем живое фото. К этому всегда нужно стремиться. То есть здесь, я думаю, понятно. Следующее уже техническое требование, то есть предыдущие – это такие художественные аспекты. Дальше идут технические. Это качественный шейдинг лоу-поли модели. На примере слева мы наблюдаем нечеткие грани. То есть вот эти вот градиенты черно-белые, нечеткие грани – это нам говорит о том, что модель неисправна. Точнее, визуальный шейдинг неисправен. Это не просто значит, что она выглядит некрасиво. Это значит, что мы не сможем провести дальнейшие технические работы с этим ассетом. То есть мы как минимум не запечем карты нормалей, как минимум мы не сделаем качественную АО-карту, не сделаем вспомогательные карты для процедурного уникального текстурирования. И, собственно говоря, такие моменты довольно легко фиксятся. Это всего лишь настройка групп сглаживания. Но только в том случае, если ваша модель изначально сделана верно, но просто не настроены правильно группы сглаживания. Группы сглаживания настраиваются легко. То есть если угол менее 60 градусов, вы назначаете soft edge. То есть в Maya это soft hard edge, в Max это группы сглаживания. В Blender, честно говоря, я не знаю. Вот. И если мы настроим по вот такому вот дефолтному правилу, что если менее 60 градусов, это soft, больше 60 градусов мы назначаем на edge hard, то мы получаем вот такой результат. Результат, который мы видим справа, это вот пример правильного шейдинга low-poly модели, которая дальше идет в работу, и никаких проблем у нас с ней не будет, если мы все делаем поэтапно и правильно. И как раз давайте сразу затронем момент, почему я сначала сказал за low-poly, а потом вот за high-poly. Шейдинг именно на high-poly моделях. Потому что добиться правильного шейдинга на high-poly моделях в несколько раз сложнее, чем на low-poly, потому что здесь уже требуются навыки именно понимания построения сетки, топологии и, в принципе, работы с мешем. Я прошу прощения, я буду отвлекаться на то, чтобы попить воды. Ну и давайте рассмотрим. Слева показан пример модели, где шейдинг у нас немножко нарушен. К сожалению, я это на компьютере все собирал, но вот здесь мы можем увидеть то, что у нас присутствует потяжка на голове этого дрона. На примере справа у нас все ровненько, гладко, и, в принципе, это привлекательно. Это можно очень сильно отличить, если мы посмотрим на оригинал. Это настоящий дрон, который существует в жизни. И на оригинале вот этой потяжки здесь нет. И мы стремимся к тому, чтобы делать максимально похоже. Также обратите внимание на блик на вот это вот повороте крыла вот здесь. Здесь у нас плавный прекрасный блик, здесь потянутый блик, то есть такой острый, некрасивый. Поверьте, на компьютере это выглядит еще как бы очевиднее. Вот. И что несет за собой неправильный шейдинг? То, что мы вот эту всю информацию плохую, некачественную, запечем на детализацию, на карты нормалей, на любые карты детализации, опять же, на вспомогательные карты. Это все пойдет до самого конца, до самого финала. И эту ошибку никак не исправить, кроме того, чтобы вернуться на этап хай-поле, на самый первый этап, почти на самый первый, и исправить это. Вы представляете, да, если вы вот эту ошибку перенесете на ретоп, на бейк, на текстурирование, и заказчик уже в движке как-то, ну, вы, например, не будете каждый этап обсуждать, и уже в движке заказчик увидит, что присутствует эта проблема. Для того, чтобы ее решить, вам нужно обратно откатиться в самый первый этап и все это переделать. Ну, это... Я даже не знаю, как это все решается. Вот. Дальше. Топология. Что касательно топологии моделей, то существует вообще много вопросов по этому, и сложно об этом в такой короткой лекции рассказать, но я быстро пробегусь. Касательно хай-поле. Топология хай-поле моделей как бы бывает разной, да. Здесь мы больше склоняемся к тому, какое у нас требование к хай-поле модели. Если это хай-поле идет под запекание, да, а мы говорим об играх, то зачастую никто не требует какой-то определенной сетки. Все должно опять быть качественно на шейдинге, и, возможно, сетка должна быть любой. И как раз на примере справа мы видим одну и ту же модель, которая одинаково шейдится, но здесь мы видим триангулированную, неравномерную, как бы, такую сломанную сетку, да, которую, в принципе, вручную редактировать невозможно. Здесь ниже мы видим классическую, как бы, равномерную квадратную сетку, да, где все заведено, и любое редактирование не несет никакого труда. То есть это можно все исправить, но как бы там ни было, что эта сетка, что эта, не мешает нам получить качественный шейдинг на модели и запечь ее на лоу-поле. Вот, поэтому здесь уже как бы индивидуально как нужно, так и делаем. То есть как требует заказчик, как вам быстрее и удобнее, от этого мы и идем. Что касательно сетки лоу-поле, здесь, в принципе, ничего сложного. Основные правила это одни, ничего не должно быть лишнего. То есть пример сверху, каждый треугольник, он обоснован, описан. Это моя модель, я могу объяснить за каждый треугольник, почему он там находится. На примере снизу мы видим большое количество трисов и точек, которые мы можем удалить, и они никак не поменяют нам форму или силуэт моделей, вообще ни на что не повлияют. И это не совсем правильно. Вот такие штуки мы обычно чистим, и не должно их быть практически нигде. Также среди новичков ходит такое понимание о создании лоу-поле, что она должна вписываться в какой-то конкретный полигонаж, да, по количеству треугольников. Но работая на проектах, я тоже когда-то так думал, но когда начал на более крупных проектах работать, этот вопрос вообще отошел, вплоть до того, что в таске не приходит какого-то конкретного полигонажа, я в него не вписываюсь. У меня существуют абсолютно понятные гейдлайны, по которым я строил лоу-поле модель. Например, это вечный вопрос, да, сколько должно быть грани на окружности. Как нам это понять? Качественное ТЗ несет в себе то, что количество грани на окружности будет описано тем, что у вас будет таблица, в которой написаны диаметры окружности и количество грани на диаметр. Вы когда создаете какой-то цилиндр, вы просто его меряете и по таблице смотрите, сколько вам нужно сделать на него граней. И также описаны любые моменты. Нужно ли вот такие вещи показывать текстурой или детализировать геометрией, вот такие вещи, с какой дистанции мы их будем видеть. От этого мы опять же понимаем, сколько нам нужно детализации в треугольниках потратить на какие-то определенные детали. Вот. И это довольно-таки упрощает жизнь моделера. Сразу ваша работа становится для вас понятна, структурирована, регламентирована. И этот этап, в принципе, проходит довольно легко, если у вас существуют правильные гайдлайны. Если вы это делаете для себя, то, скорее всего, правильнее будет для вас самим, для себя придумать какой-то гайдлайн, чтобы не было такого, что у вас курок граненый, да, а здесь 120 граней. То есть это дисбаланс, такого быть не должно. И еще один момент по лоу-поле, касательно и шейдинга лоу-поле, и, в принципе, технического требования. Сейчас, секунду, пожалуйста. Смотрите. Эта плоскость, все мы знаем, что это полигон квадратный. Это viewport Maya, и мы видим четыре точки, ничего другого. Но движок все читают в трясах. И по-настоящему минимальная плоскость – это та, которая состоит из трех точек. То есть для того, чтобы построить плоскость, нужно три точки. И тогда между ними строится плоскость. Полигон – это уже две плоскости, которые делятся хеджом. И когда у нас при ретопологии, либо при создании лоу-поле, часто бывает даже в хардсерфе, который ровный, казалось бы, да, изломы формы. По-настоящему вот эта точка и эта точка немножко приподняты вверх, и получается излом. К сожалению, здесь на доске мы не можем рассмотреть проблему шейдинга. Но скажу заранее, что мы должны руками фиксить такие моменты и подразделять подобные полигоны на вот такие трясы как раз вдоль излома этой формы. Тогда в движке не будет никаких артефактов, потому что если вы закинете этот плейн в движок, возможно, движок, ну, программно его подразделить не так, как нам нужно, а вот так, наоборот. И тогда мы получаем ошибку. И, в принципе, это нехорошо. Следующий такой вопрос вечный, особенно среди начинающих ребят. Какой софт выбрать? Эта картинка рандомная, не нужно тут прям конкретно для себя что-то выбирать. Просто скажу одно, то, что вы должны выбирать в первую очередь софт, в котором вы можете максимально удобно для вас и быстро делать именно вашу работу, да. Что касательно хардсерфа, это любой полигональный редактор, который в легком доступе для вас. Ну и, конечно же, если вы ориентируетесь на какие-то студии или на какие-то проекты, вам лучше узнать, какими софтами пользуются именно эти разработчики и подстраиваться под них. Зачастую это Max Maya Blender. Нет никакого идеального решения по поводу софта, потому что в Maya есть прекрасный инструментарий, который отсутствует в Blender, и наоборот. И получается, нет идеальной программы, в котором есть все. Поэтому вот этот спор, какая программа лучше, сразу уходит. И также я бы хотел рассмотреть Fusion. Ой, улетел. Fusion. Это кат-программа, мы дальше поговорим. Там AutoCAD, Cinema. Это все софты, в которых, в принципе, можно создавать хардсерф, но, опять же, нужно ориентироваться на задачи. Следующее. Давайте рассмотрим способы создания хай-поли моделей. И, в принципе, на это я ориентировал всю лекцию, потому что, казалось бы, да, хай-поли, лоу-поли – это такие моменты. Нужно взять полноценную хай-поли, полноценную лоу-поли. Но в Subdive, ой, в хардсерфе весь акцент сначала ставится на хай-поли. И если у нас будет все хорошо, то с лоу-поли вообще проблем никаких не будет. Когда я начинал, а начиналось с персонажки, я долго не мог понять, почему мне не нужно ретопить мою… Точнее, я даже начинал ретопить хардсерф-модели, что, в принципе, неправильно. Ретопологии практически не существует в хардсерфе. То есть, да, могут быть какие-то органические детали на вашем ассете, но это такие моменты уже более индивидуальные. Итак, четыре способа. Сразу пробегусь, а потом расскажу про каждое отдельно. Первый – это классический Subdive, да, второе – это CAD-моделирование. Третий, четвертый – это более такие интересные и, может быть, для некоторых, непопулярные методы создания моделей. Это Boolean to Dinamash в ZBrush и Boolean to Subdive в любом полигональном редакторе, Maya, Max, Blender и так далее, где удобно. Классический Subdive – это пример сетки моей модели, которая вот сделана по традиционным правилам Subdive, когда при нулевом дивайде модель несет себе острые ребра, которые закреплены саппорт лупами, да, по периметру. Мы применяем Smooth, и у нас все сглаживается, становится так, как нам надо. То есть по как бы такому правилу популярному два Subdive, и модель должна выглядеть как положено, то есть иметь нужную нам гладкость. Это еще пример Subdive, таск, который мне залетел случайным образом, ну, казалось бы, персонажка, да, но болванку я делал как раз методом Subdive, в ZBrush вообще не залазил. То есть я очень удобно мне владеть Subdive, и многие даже удивились, как я это делал полигонами. Очень быстро, очень удобно вот это все делается. Плейн загнулся, прокинулся, все, под референс подогнал, готово, и не надо в ZBrush идти. И я получаю, кстати, очень редактируемую сетку. Ну, а на этом примере это так же делал я, но это как бы классика. Вот сетка, Subdive руками все делал. А достоинство Subdive метода – это высокий контроль над формой. Опять же, понятно, что если нам нужно что-то подправить, у нас хорошая сетка, практически никогда не будет никаких проблем. Вы просто что-то убираете, что-то почищаете, перестраиваете топологию, и получается правка и какое-то исправление. Я прошу прощения. Второй метод – это возможность быстро исправить геометрию. Но, опять же, это все то же самое, что я только что проговорил. Иногда нам прям минута времени, мы какую-то деталь полностью убираем, перестраиваем другую. Все, готово. Мы исправили. Сам метод Subdive, построение топологии, позволяет это просто легко сделать вообще. Третий пункт из достоинств – то, что хай-поли служит основой для лоу-поли. Что я имею в виду? Поначалу для меня это было очень непонятно, потому что, как это хай-поли, я ее засмузил, все, мне нужно ее отретопить. Но тот же Subdive позволяет взять нулевой девайд с острыми гранями, сдублировать этот меш, прочистить все саппорты, все лишние треугольники, точки, привести эту сетку в нужный нам вид, лоу-поли. И все. И получается, мы ничего не перестраиваем заново, мы просто чистим нашу основание для нашей хай-поли. То есть мы взяли вот этот нулевой девайс, дублировали, засабдивили, пошло на запекание, прочистили дубликат, пошло на лоу-поли. Все, хай-поли, лоу-поли есть из одного меша. Недостатки этого метода… А, прошу прощения, я пропустил последний пункт – это популярность использования Subdive-моделинга в пайплайнах студий. Во-первых, сразу скажу, что Subdive используется не только в геймдеве, но и в кинопродакшене, в рекламе, в 3D-печати, где угодно. То есть если вы классический Subdive-моделлер, то вы, в принципе, такой уникальный боец на рынке, который может сделать и ювелирные украшения, и, не знаю, мебель, и оружие. В принципе, много чего именно методом построения вот таким. К недостаткам я отнес скорость создания объектов. То есть если я чуть-чуть вернусь сюда, то методом Subdive это не очень быстро делается. Вот, честно я вам скажу. То есть на это нужно потратить время. И в коммерческом продакшене не всегда это позволительно. То есть это я делал для себя, для портфолио, показать свои навыки, чтобы как бы всем было понятно. А в продакшене не всегда мне позволят выделить столько времени на проработку колеса и фары. Поэтому это такой недостаток. Трудно создавать сложные формы. Опять же, я вернусь. Эта форма не является простой, ну, среди множества форм. Но есть формы еще сложнее. И вот как раз не каждый художник, моделлер в состоянии создавать такие сложные формы. И если даже их состояние, то опять вернется к тому, что это будет долго. Следующий пункт из минусов. То, что ранее метод чистки хай-поля под лоу-поля, о котором я говорил, также занимает очень много времени. Казалось бы, ничего сложного нет в том, чтобы убрать лишние точки и эджи. Но если вы сядете и попробуете вот это вот все прочистить под лоу-поли, вы еще очень сильно вспомните какие-то былые времена из своей жизни. Будет вам о чем подумать, пока вы будете этим заниматься, вот это все чистить. И поверьте, вы не полюбите создавать лоу-поли после хай-поли. То есть я, например, люблю, потому что я другими методами это делаю. Я вам расскажу дальше. Раньше я вот это мог прочистить руками после саб-дива. Я просто горел. У меня на лоу-поли уходило больше времени, чем на хай-поли. Хотя по-настоящему хай-поли – это этап, который занимает больше всего времени. То есть лоу-поли у вас всегда должно занимать в три раза меньше времени, чем в создании хай-поли. Если вы будете чистить саб-див, возможно, у вас столько же времени уйдет на чистку. В зависимости от того, как вы чувствуете лоу-поли в сетку. И последний пункт – это то, что саб-див требует очень много времени для изучения. Чтобы стать крутым саб-див-моделером, вам нужно минимум 2-3 года. Это я по своему опыту сужу. Я когда устроился на первую работу, она была на 10, я просыпался в 7, моделил дома для себя, учился. У меня был очень низкий, ну, левела почти не было никакого. На работе я 8 часов моделил, меня учили, обучали. Это был рекламный продакшн, я моделил только под саб-див. И где-то до 9-10 я оставался после работы, потому что дома был слабый комп и моделил. И только через 2 года, ну, личной жизни у меня не было никакой, я только моделил. И где-то через 2 года ко мне пришло понимание того, что, в принципе, какая модель ко мне не придет, форма, я ее могу сделать. И еще где-то 2 года к тому, что никаких проблем, могу создать любую форму. Просто подумаю, но никакого страха перед ней у меня нет. Вот. Это как бы последний такой пункт, который я вынес в недостатке. Следующий метод создания твердотелых поверхностей – это CAD. Такой тоже спорный момент. Он иногда запрещен в пайплайнах киношных студий. То есть кино вообще запрещают пользоваться CAD-ом только для концепта, да, 3D-артистам нельзя. В играх где-то прям очень распространенный метод, где-то вообще запрещено тоже этим пользоваться. Особенно, когда это аутсорс. Суть CAD-а заключается в том, что это не стандартные полигоны, это такие нерв с поверхности, кривые, плоскости, которые не так, ну, мне сложно сказать, выразить мысль, но они не так привязывают эти плоскости точка к точке, как в полигонах, да. Мы видим здесь, что вот эта окружность не несет себе кучу ребер, да. Для того, чтобы сделать это в полигонах, нам нужно там минимум 60 ребер здесь поместить, чтобы получить нужную плавность. Здесь за счет кривых, там, третьего порядка, пятого порядка, это очень быстро и легко строится. Достоинство этого метода то, что довольно-таки просто пользоваться CAD-ом. Да, конечно, нужно изучить SOF, но поверьте, его изучить довольно-таки проще, чем MyU, Max, Blender, именно что касается моделинга. И очень быстро строятся сложные формы. Для того, чтобы взять цилиндр и вбуллить в него цилиндр в CAD, это просто два движения, одна кнопка, и у вас получается между двумя цилиндрами плавная фаска, и все красиво выглядит. Для того, чтобы это сделать в полигонах, ну, вы понимаете, там, 16 ребер, 16 ребер, и это все нужно сшить, и, в общем, это долго. Недостатки, сложность редактирования после перевода в полигоны. Я думаю, уже понятно, что CAD движок не воспринимает. Также CAD практически не воспринимает любой полигональный софт. Зачастую мы вот эту модель CAD-овскую перегоняем в полигоны при экспорте и закидываем, ну, дальше или в движок, или в программу, в теории. Но тогда у нас нет гибкости редактирования формы, потому что вот этот цилиндр, который я показал, он будет подразделен на очень большое количество треугольников, абсолютно рандомных, которых вы никогда не предугадаете, ну, плюс-минус. И с такой сеткой очень сложно работать. Если вам нужно будет что-то исправить, вам придется вернуться в CAD, вправить это здесь, опять экспортировать. От этого выплывает следующий минус, то что у нас присутствует низкий контроль на лоу-поле. Опять же, экспортируем этот CAD, получаем здесь 60 ребер. В ТЗ написано, их должно быть 16. Ставим настройку меньше, экспортируем 25. Хорошо, нас устраивает, либо 16, нас устраивает, но нас не устроит количество ребер там, потому что это все будет рандомно. Программа не может прочитать ваше ТЗ и сделать так, как вы хотите. Это является минусом, и тогда нам просто после CAD придется что-то чистить руками, а окружности всегда сложно чистить руками, вплоть до того, что оно может быть нечетным при экспорте, и тогда вы вообще ничего не прочистите. Третий метод – это Boolean-то-динамеш, именно в ZBrush. Что имеется в виду? Моделится болванка в мае. Как вам удобно, как угодно, без фасок, без ничего. Также моделится… на скриншоте не видно, но моделятся к ней объекты, которые будут выбуливать, какие-то отверстия. В общем, все, как вам нужно будет видеть после Boolean. Закидывается это все в ZBrush, булится именно в ZBrush, потому что ZBrush несет в себе такой классный инструментарий, как Live Boolean. Это, ну, наверное, многие знают, что Live Boolean вы применили, у вас есть Mesh, который вы видите. Вы можете его в реальном времени деформировать, да, и у вас этот Boolean в реальном времени как бы изменяется, и все это можно хранить до последнего. Я сейчас проговорю это дальше. Что мы делаем дальше? Пробулили в ZBrush, применили Dynamesh, чтобы сгладить фаски между вот этими сочленениями. Получаем вот такой шейдинг. Не забываем применить Polish для того, чтобы все еще лучше сгладилось после Dynamesh. И получаем такой шейдинг с вот такой вот сеткой, да, то есть это DCMate. После этого всего мы применяем DCMate, экспортируем, и у нас получается вот такая high poly очень быстро делается. И сразу рассмотрим достоинства и недостатки. Относительная простота метода является огромным плюсом, потому что не каждый сможет вот это промоделить, особенно начинающий под sub-div, да, под тот же, может запутаться, не понимать топологию. Но вот это промоделит каждый, который умеет пользоваться инструментарием, да, это примитивное моделирование. Человек промоделил, закинул в ZBrush, применил автокрезы в ZBrush, засмузил, Dynamesh, сбулил, все, ну, точнее, сбулил, потом Dynamesh, экспортнул. Никаких супернавыков для этого не нужно. Второе. Высокая скорость создания этих сложных форм. Опять же, на предыдущем примере мы видели, да, какая-никакая там сложная форма, не нужно ничего вымоделивать, просто сдвинули, сбулили, с Dynamesh, все получилось. Это просто колоссально быстро, это несколько кликов делается. Практически не требуется время на создание low poly. Здесь не самый лучший пример, кстати, но вот эту штуку можно еще чище замоделить, как болванку, которую мы потом закинем в ZBrush. И эта же штука будет иметь, как бы, основание под low poly. Вот эти трясы просто вычищаются очень быстро. Причем это не самый лучший пример, но вот эти трясы очень быстро вычищаются. По сравнению, если бы это было сделано под subdiv, где будет равномерная сетка с укрепляющими лупами и так далее. И опять же, эта чистится, уходит на low poly, это же идет в ZBrush, Dynamesh и уходит на high poly. Опять, мы с одной и той же болванки получаем и high poly, и low poly, и уходим вообще от этапа ретопа и прочего всего. Четвертый пункт – это live boolean ZBrush. Я немножко уже затронул эту тему. Live boolean позволяет хранить в сцене в ZBrush все наши объекты, которые взаимодействуют в boolean до последнего. То есть, если нам приходит правка, мы можем что-то сдвинуть, что-то углубить, и оно все еще несет в себе историю об этой операции, и можем ее заново сделать. Вот. Это удобно, быстро. Относительно boolean в мае или в максе, когда мы сбулили, все. Либо control Z, либо, я не знаю, ничего. Очень высокий контроль над будущей low poly. Смотрите, мы условно можем представить, что здесь нам нужно по углам четыре грани. Здесь четыре, здесь четыре, здесь четыре. Условно это описано в нашем TZ. И как раз штуку, эту деталь, которую мы будем вычитать, эту форму, мы делаем именно с такой сегментацией. Четыре грани, четыре грани, четыре грани, и оно у нас выходит на low poly. То есть здесь четыре, здесь четыре, здесь четыре. Перед boolean мы заведомо учитываем количество граней, которое будет у нас на этой low poly болванке. Вот. И получается, мы заранее понимаем, сколько нам нужно граней, сечений на нашей low poly. То есть это все делается заранее, заведомо продумывается. Потом уходит опять на dinamash, но болванка уже четко такая, какая нам нужна. Да. Надеюсь, я не запутал вас. Ну и правильные группы сглаживания после булевых операций. Смотрите, почему я это вынес в достоинство, хотя казалось бы, если мы с буллиним эту low poly в ZBrush экспортнем в max в мае, группы сглаживания мы потеряем, да, у нас все будет с хардами. По-настоящему суть этого метода заключается в том, что мы булим в ZBrush именно модель, которая пойдет под high poly. И эту же модель мы дублируем, либо оставляем в мае, и под low poly мы булиним именно в мае. Ввиду того, что ZBrush просто в себе не хранит группы сглаживания, у него их нет. И если мы лоу-польку приготовим в браше, экспортнем в мае, группы сглаживания мы потеряем, нам нужно будет их переназначать. Если мы булиним болванку под high poly в ZBrush, а потом ее же булиним под low poly в мае, то мае или макс нам, ну, блендер, нам сохранит группы сглаживания. Возможно, где-то будут какие-то пролетать hard EG, это все просматривается руками либо программно через плагины и фиксится прямо вот на ходу. И вот эта штука, которую делают многие начинающие модели, руками настраивают группы сглаживания. Может быть процедурно, да, под 60 градусов, о чем я раньше говорил, но некоторые прямо вот руками выделяют EG, нажимают soft. Это долго, занимает время, это не нужно. И опять же, если у вас правильная группа сглаживания, вы одной кнопкой делаете по ним развертку. По хардам режется, все, развертка получается, один клик. Не нужно вообще на хардсорфе разрезать руками ничего. Ну, почти не нужно. Больше не нужно, чем нужно. Недостатки. Сложность редактирования high poly для правки. Ну, это такой высосанный немножко из пальца недостаток, потому что мы можем вернуться в ZBrush, продвигать этот live boolean, да, и исправить. Но если... Вот у меня как раз на проекте недавно такое было. Мне пришло из ZBrush high poly, с которой я дальше должен был работать. Там были некие ошибки. High poly была треангулирована, диссимейшена, то есть я не мог ее никак отредактировать. То есть вообще никак не мог. Это диссимейт очень тяжелый был, который я не мог диссимейтнуть, потому что там были проблемы с треугольниками. ZBrush не мог мне еще больше сделать диссимейт. И так же отредактировать я ее не мог никак. То есть и мне приходилось извиваться в low poly, чтобы подогнать все под этот неправильный high poly объект. Вот. И сложностью является именно то, что после булевой операции, после экспорта из ZBrush'а вы не можете вот эту диссимейченную сетку редактировать. Да, у нас есть возможность откатиться обратно в Brush, что-то там подправить, перейди намешить, да, перебуллить, перейди намешить, и все будет окей. Но в целом на это тоже нужно обращать внимание. И тоже такой маленький недостаток, но я хотел его обговорить, потому что задают вопросы по этому поводу, что если мы берем деталь, углы ровно, да, кубик, углы ровно под 90 градусов, условно представим, с динамешем его, то все фаски по всему кубику будут равномерны. А бывает иногда так, что где-то фаска чуть-чуть расплывается, где-то она чуть-чуть заостряется, прям по одной линии, да. Если у нас равномерные фаски, то модель смотрится немножечко, ну, палевно, что ли. Это читается, что вот как 3D-шка или нарисовано. Вот. Но это опять условность, которую нужно понимать. Либо же, как это решить? Либо же мы заведомо на лоу-поле эту фаску применяем, делаем где-то шире, где-то больше, где-то уже. Либо же уже после динамеша мы просто кисточкой подглаживаем относительно референсов, где-то нужно сделать кисточкой с мусом, убираем остроту фаски конкретно в локальном месте. Поехали. Boolean to subdiv. Мой любимый метод. Я не знаю, кто им пользуется. Я его сам придумал, о нем не слышал. Вот. Возможно, и вы им пользуетесь. Суть заключается в том, что мы булиним все в Maya, либо, ну, опять же, в полигональном редакторе. После булиана, вот, это результат булиана. Я ничего не моделил из плейна классическим методом, то есть выстраиванием формы. Это был такой куб, это был цилиндр, вставленный в куб, они сбулились. Потом я брал плоскости, да, и относительно референсу, плоскостями вычитал форму. И далее, когда я получил нужную форму, я просто перестроил сетку руками. Вот. Видите, да, это подсглаживание, то есть в Maya превью subdiva, да. Она не подразделена, но она смузится визуально на шейдинге. В чем суть этого метода? Первое – это то, что это делается только в том случае, если вы сами не хотите заниматься вот этим булианом в ZBrush, DCMate, и вам неудобно, вы любите все держать в таких классических полигонах с классической сеткой. Второе – если у вас есть требования к тому, что нельзя использовать ZBrush. Вот. Поэтому я и как бы пользуюсь этим методом тогда, когда мне нельзя использовать ZBrush. Достоинства. HighPoly легко редактируется благодаря чистой топологии. Представим, если это вышло из ZBrush, DCMate, то очень сложно будет это отредактировать. Даже нужно будет чуть-чуть вот это вот что-то подвинуть. Оно все в треугольниках. Как это выделить, как это подвинуть, чтобы не было никаких проникновений, непонятно. Здесь за секунду выделил Vertex и подтянул, все окей. Создание sub-div через Boolean проще, быстрее. Что имеется в виду? Опять же, как я сказал, основание было таким прямоугольным кубиком. Плюс цилиндр, плюс вот эта планка Picatinny, которая, опять же, была заранее замоделена через Boolean и в Boolean в этот кубик. Далее я приложил плоскости вот так вот по модели относительно референсу и просто вычел с помощью Boolean. Мне не приходилось вот это подставлять там референс, гнать полигоны по одному, экструдировать что-то там, перекладывать, перенарезать. Это все не нужно. Это сделать с помощью примитивов, которыми я вычитал форму. И суть в том, что это намного быстрее и мозгам понятней, когда вы взяли форму, подставили, вычли, что-то еще там промоделили, вычли, вычли, подложили, прибулили, ну, сбулили, совместили. Это проще, чем когда вы это все тянете вертекс за вертексом, полигон за полигоном, и у вас глаз замыливается, вы начинаете там, может, теряться, нужно отдохнуть. Больше времени на это уходит. Практически не требуется время на создание лоу-поле. Что имеется в виду? Да все то же самое, что в предыдущем методе. Вот эта штука, это уже почти лоу-поле. Здесь нужно совсем чуть-чуть. Я сейчас не вижу, может быть, здесь, вот видите, многоугольник, я его руками почищу. Где-нибудь там, где я сбулинивал планку Пикатинни и цилиндр, я либо автоматически треангулирую, если плоскость не позволяет, и при автотриангуляции не будет ошибки, да, либо руками заведу, и как бы все будет окей. Получается, лоу-поле – это наша пробулиная болванка, это очень быстро, удобно, минимум времени уходит на лоу-поле. Почему все я это вынес в то, что нам нужно создать правильно хай-поле, и тогда о лоу-поле мы практически не думаем, она у нас получается правильной. Почти. Дальше я расскажу. Опять, тот же пункт – высокий контроль над будущей лоу-поле. Я еще раз проговорю это то, что перед тем, как я сбуливаю балванку под лоу-поле, я заранее относительно своего ТЗ просчитываю, сколько количество грани у меня должно быть на цилиндре, который у меня дальше пойдет в продакшн. Сразу сделал нужное количество граней, сбулинил, забыл. Все подходит, даже проверять не нужно, все будет работать. И также со всеми остальными окружностями, так сказать, моментами, где нужно следить за количеством сегментов. Тот же самый пункт – правильная группа сглаживания. У меня в Maya всегда во вьюпорте стоит отображение групп сглаживания. Пунктиром – это soft edge, прямая линия – это hard edge. Вы можете обратить внимание на то, что здесь везде плюс-минус hard edge, так как мне нужно. Что это? Вот цилиндр, он несет в себе hard. Скорее всего, это неправильное отображение, потому что он у меня не граненый был, когда я сбулинивал. По-настоящему тут практически везде группы сглаживания уже готовы к тому, чтобы сделать развертку. Все равно я по-любому это все проверяю и фикшу, но зачастую я не трачу на это очень много времени. Возможно, даже если вот этот цилиндр будет с hard-ами у меня после boolean, я просто эти все edge скопом выделю, применю soft, все, готово. Вот. Недостатки метода заключаются в том, что live boolean в Maya отсутствует. Ну и в Max, в последней версии, честно говоря, не знаю, там они наворотили очень много функционала какого-то крутого, я не следил. Возможно, в Max уже есть, но в Maya с этим проблемы. С учетом того, что все студии еще работают на каком-то 16 Max и, наверное, вечно будут на нем работать, ну, в профессиональной студии сложно переходить на более новый софт, потому что все плагины еще давно висят на 16. Ну и ходит такая теория, что 16 самый стабильный. В Blender тоже есть live boolean, опять же, через плагин. В Blender я касаться не буду, вроде бы там этот инструмент работает хорошо. Live boolean Maya опять, ну, или в Max, по-любому он есть как плагин, привязывается к истории, construction history, да, либо же к стеку модификаторов, кому как удобно. И когда мы набулиниваем много вот этих вещей, это все накладывается друг на друга в construction history, и у нас в теории есть возможность редактировать этот live boolean, изменять, но по факту далеко мы зайти не можем, только мы начинаем что-то двигать, оно ломается, и по сути live boolean помогает нам в нужный момент локально что-то двигать и смотреть, как этот boolean работает, пробуливать и сразу удалять историю, удалять этот boolean. Это единственное удобство live booleana в Maya, как скрипта. Все остальное – это недостаток. Мы не можем хранить сцену с кучей объектов, которые, как boolean, мы можем редактировать. Страх всех новичков. Следующий пункт. А может даже не новичков, а людей, которые терпеть не могут boolean и бояться. Я их тоже боялся, но чем больше я с ними работал, тем больше я их изучил и полюбил. Это артефакты после boolean операций. Да, действительно так. Если не понимать boolean, то будут очень большие проблемы, вплоть до того, что ваш boolean просто не будет работать. Вы совместили какие-то объекты, вам нужно вычесть, оно не работает, выдает ошибку. Это все дело времени и знаний. Ну, то есть я вам никакой такой точной информации, как с этим бороться, не дам. Это нужно много булить, понимать, как это работает, и много времени это не займет, может быть. Ой. Много времени, может быть, это не займет. Но в целом всегда после boolean нужно следить, чтобы у вас не было никаких лишних точек. Точка на точке могут быть, edge на edge, особенно в мае. В мае любят там двойные полигоны делать, и многие вообще не могут с этим бороться и терпеть не могут, когда так происходит. Я, например, довольно просто отношусь, для меня пофиксить полигон на полигоне или какую-то ошибку с топологией, вот этой сломанной, никаких проблем, я это уже, ну, легко мне. Поэтому, опять же, это дело опыта. Третий пункт – это проблемы с шейдингом окружности при экспорте в ZBrush. В ZBrush вам, как и мне раньше, может прийти мысль в голову, что в ZBrush мне может быть сложно держать иерархию сцены, легче мне забулить вот это в мае, потом закинуть ZBrush и применить динамеш. Представили, да, что мы взяли цилиндр, сбулили в мае, кинули в ZBrush, чтобы применить динамеш, быстро получить гладкие фаски. Вот что у нас получается. Сломанные полигоны, отсутствие полигонов. Почему? Потому что ZBrush не воспринимает многоугольники. Нам нужно триангулировать модель, либо это место проблемное, и тогда закинуть это в ZBrush, и он это скушает. Но вылазит следующая проблема. Если мы триангулируем этот меш, закинули, все закинуло, все хорошо, нам нужно применить автокриз в ZBrush. Либо кризы в мае закинуть, чтобы мы динамешили не восьмигранный цилиндр, да, а засмузили его, получается, а потом динамешили. То есть если мы задинамешим шестигранный цилиндр, в котором Boolean, он останется шестигранным цилиндром с плавными фасками. А нам нужно получить вот такой цилиндр, да. Условно говоря, мы засмузили это все дело. И что у нас выходит? Вот тут. Здесь примерно 20 граней на цилиндре. Я применил триангуляцию для того, чтобы без проблем импортировать это в ZBrush. И здесь у меня везде на каждом полигоне трясы. То есть полигон подразделен эджом на два треугольника. Когда я делаю смуз, у меня вот эти трясы учитываются. При смузе там все делится. И у меня ровный полигон, который подразделен трясом, тоже на шейдинге показывается. Он стягивается вовнутрь. И я получаю очень неприятные артефакты на окружности. Может быть здесь не видно, но вы видите вот эти градиенты. По-настоящему это градиенты не на изображении. Это градиенты именно на шейдинге этого цилиндра. И этот момент нужно учитывать. Что если вы хотите закинуть буллин с май в ZBrush и с динамешить, вам нужно подумать, как это сделать так, чтобы после смуза у вас не было вот этих градиентов на треугольнике. Возможно, треангулировать только проблемную часть. Возможно, получить эти градиенты потом методом полиша в ZBrush их пофиксить. То есть там может быть замаскировать вот эти грани, а остальное еще раз прополишить. Но чтобы убрать вот эти вот косяки на шейдинге, возможно, их даже будет не видно. То есть это какая-то окружность, которая будет непонятно где, текстура будет 512, и низкий текстель просто не позволит нам рассмотреть эти косяки. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Ну, я вообще могу много рассказать. У меня нет на этом времени. Я уверен, что у вас по поводу этих методов появились вопросы. Заранее скажу, что на 3dmy.com.ua будет курс по созданию хардсерфа этими всеми методами. И эти методы можно еще совмещать, скрещивать в зависимости от ситуации. Но сейчас, я думаю, у нас есть немножко времени, и я отвечу на вопросы. Добрый день, спасибо большое за лекцию. Это было максимально полезно. Можно вопрос по поводу авторитопологии. Пользуетесь ли вы какими-то дополнительными программами для этого? Ну, нет, зачастую не пользуюсь. Если мне это нужно, то для каких-то органических вещей, ну, ткани, например, то это всегда будет Zerimash or ZBrush. Самый такой надежный метод. То есть дополнительные программы вы никогда не используете? Ну, если ZBrush относительно мая дополнительная программа, то пользуюсь. А так, ну, какие там есть авто? Не знаю даже. Нет, для авторитопа нет. Даже в мае есть авторитоп, но иногда он может... И в 3D Maxi есть авторитоп. Да, да, иногда если это поможет, то почему нет? Просто он не очень четко работает. Да, все зависит от задачи. Если нужно сохранить острые грани, то лучше всего ZBrush с этим справляется. Кнопка Detect Edge, и все. И подскажите, пожалуйста, что там, может быть, посмотреть, знаете, чей-то канал по вот этим булевым операциям, потому что для меня это тоже очень сложный вопрос. И как этот опыт набить? На YouTube я находил стрим, где мужичок рассказывал 2 часа про булевые операции. Я его слушал. Он просто эту тему раскрыл настолько, что целую религию с этого вывел. Я не помню, как его зовут, но я думаю, это легко найти. Это будет единственное видео, которое как стрим длится там 2 или, может, больше часов. Если вы его посмотрите, вы все поймете. И он это делает как раз в мае. И рассказывает всю вообще технологию буллианов. Спасибо большое. Еще есть вопрос к Яну? Из всех методов, которые ты перечислил, какой твой самый любимый? Что? Из всех методов, которые ты перечислил, какой твой самый любимый, каким ты чаще всего пользуешься? Ну, последние 2. Ну, я очень люблю subdif, но зачастую никто мне не позволяет им полностью руководствоваться. Ну, в коммерческих целях. Вот, там, видели автомобиль такой, с сеткой был. Я его делал для себя полностью под subdif. На продакшене это либо второй метод, когда мне нужно отдать хайполи с хорошей сеткой. Это я буллиню в мае и в мае перепрокладываю под subdif. Если мне можно отдать любую сетку, то я делаю это через e-brush. Либо совмещаю эти методы. Это тоже возможно. Просто нет времени об этом говорить. Есть еще вопросы? Ну, наверное, вопросов нету. Тогда, Яну, большое спасибо за лекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...